Самое ужасное происходит, когда мы боимся потерять контроль. Боишься потерять контроль? Смотри это видео. Я психолог 30+, нутрициолог. И здесь про здоровье для тех, кто действительно хочет заниматься вообще своим восстановлением. Напоминаю, потерять контроль. Вот этот навык, сейчас я вам подскажу. Вы мне пишите, потеря контроля, страх сойти с ума, страх потерять что-то. Это я вам в чате параллельно отвечаю. Это то, что действительно есть очень-очень у многих. И многие не подозревают, что это симптомы тревожного расстройства. И я сейчас расскажу вам, как с этим справляться. Очень во многих случаях, когда вы чувствуете, что вы теряете контроль, важно для себя пройти несколько этапов. Первый этап это действительно объем положительного опыта, больше объема опыта избегания. На каждую мысль должно быть противодействие. То есть, если сейчас что-то произойдет, что будет в принципе? Вам важно отказаться от идеи, что ваши мысли это глупости. То есть, если вы думаете, что все это глупость и у вас ничего не получится, то так и будет. Отключите идею проверки фактора потери контроля. Это очень важно. Многие постоянно-постоянно контролируют. Я потерял контроль или не потерял. Все нормально или ненормально. Я могу или не могу. Устранение внутреннего конфликта потребностей. Любой невроз так или иначе возникает на стыке столкновения двух или нескольких ваших потребностей. Если потребности не закрыты, то, соответственно, здесь мы боимся еще больше потерять контроль. Что я рекомендую? Обычно, если вы боитесь потерять контроль, действительно попробуйте его потерять на какое-то время. Мы не говорим про отключение каких-то серьезных моментов. Но причина развития страха потерять контроль на собой это длительные или сильные стрессы, переутомления, злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами, успокоительными, депрессиями, тревогой, неврологические заболевания. Все это ведет к тому, что вы боитесь потерять контроль. И действительно, когда я в своих консультациях работаю с клиентом, он боится потерять контроль в сексе, в деньгах, вообще во всем, то здесь я не говорю ему терять этот контроль, я говорю работать со своим неврозом. А что произойдет, если я потеряю контроль? Что будет самого худшего? А что может быть нормально? И, соответственно, чувство неопределенности и безысходности неизбежны. Но те люди, которые идут дальше, они как раз-таки теряя в какие-то моменты свой контроль, все равно обретают большие силы. Напоминаю, чем больше вы чего-то боитесь, тем это больше интегрируется в вашу жизнь. И тем сильнее вы поддаетесь своей тревоге и панике, вместо того, чтобы наладить какую-то свою систему и план на ближайшее будущее, либо заняться какими-то рутинными делами. Как работать с этой проблемой? Гипноз, я считаю, не работает. Психотерапевт внушает, но это в долгосрочной перспективе не особо работает. Я на практике могу сказать, что у моих клиентов работает когнитивно-поведенческая терапия. И медикаментозное лечение я вообще ни разу не рекомендую, хоть и медицинский психолог. Психотерапия помогает работать с только адекватными пациентами. И другой момент, я могу сказать, что здесь еще и страх потерять контроль. Здесь я всегда помимо когнитивно-поведенческой терапии смотрю, что у человека вообще происходит. Как он питается, что у него в организме. Потому что обычно люди с хроническими тревожными расстройствами, это люди дефицитарные, либо с какими-то дополнительными моментами. Об этом я не буду говорить вам в прямом эфире, потому что очень у многих есть хронические болезни, гормональная недостаточность, какая-нибудь диабетятина, как я говорю, или какие-то другие моменты. В общем, все это ходит рядом с человеком. Мне не всегда нужно все выяснять до конца. Я считаю, что избыточное, избыточное прям-таки гиперконтролирование всего, оно приводит к тому, что человек плохо себя чувствует вообще в принципе. Поэтому, ребятушки, с тревогой страх это нормально, аномально, когда вы в этом всем себя теряете. Приходите в мой подкаст, подкаст 30 плюс про здоровье. Здесь, собственно говоря, безопасно. И вообще, жить безопасно. Внушайте себе в голову, что жить безопасно, и вы можете справиться со всем, что происходит в вашей жизни. Я, ребята, Алена, и все, что я вам хотела сказать, когда вы боитесь потерять контроль, потеряйте его там, где вы его боитесь потерять. На работе боитесь потерять, теряйте на какой-то момент. В отношениях теряйте на какой-то момент. Это не значит, что уходите в никуда. Это значит, что дайте мозгу понять, что вы можете это сделать. Те, кто не может расслабиться, это обычно хронический невроз, который просто не дает вообще восстанавливаться. А я хочу, чтобы вы восстанавливались, ребята. И это супер важно.